Оказался Каином женишок мой Авель, Только мозги задурил и спип бал в Израиль. Ребята, хочу вселить в вас надежду. И как бы убрать вот это вот разочарование, что... Это частое явление, это очень частое явление в онлайн-знакомствах. Девушки сливаются. Вот сливаются и всё. Надежда, вам может показаться, что слив произошёл из-за вас, из-за вашей вины, из-за того, что вы какой-то там весь из себя ущербный. Но нет. Вот пример. Та девчонка, которой я в прошлом видео накинул 85%, что сегодня встречи не будет. Как бы вот эти вот все признаки непригодности, они в том числе и влияют на то, а будет ли в принципе встреча, да? Там было уже три признака, что встреча не состоится, да? И вот вчера обнаружился ещё четвёртый. Из-за этого я накинул ещё десяточку, уже 95% было, что сегодня встреча не состоится. А именно, целый день девушка сидит в онлайн-знакомствах. Целый день. Вот как я туда не зайду, она всё там, она всё там, она всё там, она всё там, она всё там. Это ненормально. Особенно в тех случаях, когда она с вами договорилась. Зачем ты распыляешься? У тебя вот есть тот самый, один, единственный на всю жизнь, но ты занимаешься вот этой вот хренью, бытовой институцией, да? Общается, общается, распыляется, распыляется. В конечном итоге она либо вообще забывает о свидании, либо, вот как в моём случае, и скорее всего будет в ваших случаях, она не готова пойти на свидание, она боится, она стесняется, она может только общаться онлайн. Это писальщица, 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 но всё-таки писальщица, потому что она сыт, она сыт встретиться вживую, и она сыт сказать «нет». Она сама назначила время, там относительно, ну, хотя бы было согласовано место встречи. Вот никто её за уши, за ноги, за рот, за язык не тянул, да? И тут же вот так вот общается со всеми, со всеми, со всеми, со всеми, и она мне же пишет, что «Ой, Саша, прости, пожалуйста, мои родители ещё не приехали». Вместо того, чтобы сказать «Ой, нет просто, вот нет, там, ещё до этого, да?» И не согласовывать никакое свидание. Она вот сейчас вот пишет это, сливается и пишет, что «Я не могу там успеть, у меня проблемочки большие, прости меня, Саша». Вот прямо так она и пишет. Я ей отвечаю, ну, интересно ли вам, что я на это ответил. Там было про то, что, как бы, я абсолютно так... Абсолютно так оно и есть, ты Динамо, особых надежд я не возлагал, но надо же для приличия подолбить. О, менты едут, давайте посмотрим, слушали. Ну, шутить про то, что... Ой, это не менты, ребята, ребята, ребята. Блядь, пожарная. Ой, заматерился. Быстро, 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 быстро. Ой, ребята, Динамо произошло. Всё, поехали дальше. Поехали дальше. Слава Украине. Сбили меня, конечно, здорово, но... Раз происходит такая ситуация. И ответил я... И чё скажешь? Ну, на тему того, что... Ну, вот сегодня ты не смогла, у тебя кошки, родители, собаки... Все болеют, все не успевают. И что? И чё скажешь? Она на это ответила. Очень быстро. Давай завтра. То есть она уже до этого, в том видео я рассказывал, перенесла. Это был один из признаков непригодности. То есть она слилась и перенесла. Не смогла, не смогла. Начиная там какие-то отвазы придумывать, да? И вот тут опять снова. Вот тот же самый паттерн. Это, скорее всего, происходит... Помимо того, что ещё вот эта вот распылённость, да? Распыление на всех парней. Со всеми переписывается, переписывается, переписывается. А до дела дойти не может. Нет, 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 нет. Они, как правило, такие девушки. Вот поверьте мне. Они годами сидят на сайте знакомства. Годами переписываются. И ни с кем не выходят вживую. Назначают встречи. И так вот всё время переносят и сливаются. Они могут по пять, по десять раз назначить встречу. Потом её перенести, 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 перенести. И вот так вот всё исходится с тем самым. Понимаете? Вот такая ситуация. То есть... Очень жалко, что... Забываются там слова и так далее. Вылетают у меня мысли. Вы хоть их держите. Ну, вот такие у нас дела, соответственно. Вот мы попались на такую. И вы тоже часто будете в онлайн-знакомствах. Не бойтесь этого, попадаться на таких девчонок. На бесконечных писач. Не только мне, может быть, даже сегодня назначил встречу. Ну и там... Ещё там... Двадцатки парней, с которыми она переписывается. Но после вот этого вот... И чё скажешь, да? Она мне ответила, что давай завтра, да? Давай завтра снова перенесла. И... Я не стал читать и отвечать, потому что, ну, это... Мне уже скучно, если честно, стало. Мне от этого всего стало скучно. Так вот, чё-то вот... Ну, я ей дал два шанса. Ну, какой нахрен третий шанс? Я не стал ни писать, ни отвечать, ни читать. И... Прошло там буквально, ну, 10 минут. И она стёрла сообщение. Ребята, стёрла сообщение! Понимаете? Стерла сообщение ещё раз. Ну, это... Это абсолютно кончилось. Вот тут, как бы... Мне вот всё сразу же... Уж 100% уже понятно. Уже всё. Вычёркиваю. Что, ну, это точно неадекватно всё так вот делать. Это неадекватное поведение. Написать. И через 10 минут удалить сообщение. И дальше всё у нас. Всё закончено. Всё. На этом всё, друзья. Вот так вот. Ну, это по этой девушке. И куча-куча-куча у меня таких примеров было. Это вот именно манипуляции. Это ещё вот то, что я не заговорил. Мысль-то ушла. Манипуляция такая. Что вот ты уже назначаешь встречу. И под самый корешок... Точнее, нет. Момент настал. Икс уже почти-почти-почти. И сливаешься. Потом можешь снова назначить. Момент настал. И снова сливаешься. Уже перед самой встречей непосредственно. У меня два года назад, ну, примерно, плюс минуту, такое же было чистое онлайн-общение с писальщицей, которая, ну, боится, боится выйти оффлайн. Ну, скорее всего, это вот из-за такого вот общего внешнего вида, что девчонка не принимает себя. Ей кажется, что и я её не приму. Она, в общем, боится, мне не понравится. Понимаете? То есть не только мы с вами боимся девушек и стесняемся, ну, и девушки вот точно так же, они нас как бы боятся, нас стесняются, комплексы и всё такое. Ну, не все, ну, вот такие ситуации часто, особенно, бывает знакомство в поисходе. В общем, я и дал очень много попыток. Ну, вот как раз-таки это было штук пять. Ну, там ещё, это были чистые манипуляции, назначать встречу и сливаться. Вот я уже в предвкушении нахожусь, да, события, да, что будет встреча. И я заболела там за два часа до встречи. Я то, я сё, я устала, я опять заболела. В общем, чертовщина. Девчонку Мария звали. Ну, может, зовут до сих пор. Ну, в конечном итоге, карма, манипулятор таких, она настигает, как бы её тоже настигла. Она доманипулировалась. Ещё какие она манипуляции кидала. Просто, блин, вот что значит связаться с непригоднейшей девкой в онлайне. Хорошо, что, в общем-то, судьба уберегла, что до оффлайна не дошло дело. С одной и той стороны, опять же, из-за её же манипуляций таких, да, и сливов постоянно. Она писала там, пыталась меня пробить на ревность, что вот мне друг сказал, что если я к нему не приеду и не займусь с ним кексом, то он совершит Роскомнадзор. Вы понимаете, да? Сбросится. Чтобы я ревновал. Или всё говорило, что кто-то ей там предлагал кекс в её институте. Другой чувак уже. Чтобы я ревновал. Говорила мне, что у неё там сосед к ней клеится всё время, заколебал клеиться. Да что ж такое? Да если ты такая красивая, если к тебе все клеятся, то почему ты боишься, стесняешься выйти? Выйти на встречу. Потому что она писала, что я ей уже снюсь. Встречи никакой не было, я ей уже снюсь. Снюсь. Я уже, она всем своим родственникам на дне рождения бабушки показала мою фотку. Я всем понравился. То есть там уже чуть ли не заочный, не дозаочный женить бы дошло. Тем не менее. А всё выйти не может погулять. Вот не может и всё. Вот что-то ей мешает. Ну ещё раз, вот и мешает. Ну общая такая, к сожалению, ущербность. Я вам только желаю на такое дело не нарваться. Ну ещё раз. Частое явление. Не бойтесь. Вот смысл всего видео. Не бойтесь. Сливов. В онлайн-знакомствах. Когда девушка вас сливает. Это лишь говорит не о чём-то вашем, относящемся к вам. А об ущербности, из-за комплексованности общей и забоязливости именно девки. И из-за её непригодности глубочайшей. Вот в том случае, допустим, если она писает, пишет, 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 со всеми общается. А тут такое вот это самое. И всё переносит, 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 переносит. И до дела никогда и не дойдёт. Вот так вот. Ну чё, сегодня я сижу. И получается, это была последняя, последняя наша надежда. Сейчас мы в глубокую депрессию впадаем, потому что, ну, на горизонте, в перспективе у нас никого нет. Всё. На той неделе был, можно сказать, перезбыток. У нас все отсеклись. К сожалению, ну, как бы, кто-то меня заблокировал, кого-то я сам. Ну, не то, что прям отсёк. Просто не пишешь, не пишешь, не пишешь, не пишешь. Она тоже, никогда девушка не будет первой проявлять знаки, там, внимания и так далее. Она тоже не пишет, даже если ты ей понравился. И всё. И пока, пока, пока происходит. Вот такой вот. Ну, это даже сливом я не называю, а просто, как бы, чтобы не морочить голову девушке, ну, если не подходит по тем или иным признакам. Даже если она хрененная. Даже если она Соня. Ну, в общем, ладно. В общем, так что всё, у меня никого на горизонте нету. Я опять же не могу найти девушку, пригодную-непригодную. Опять, в одиночестве никого ещё раз вообще тут нету даже близко, с кем я могу переписываться. И тут у меня уже прям подходит, с кем дело может дойти до встречи. Ну, сижу дома, играю в парк, как обычно, да. Ничем не занимаюсь, там, на ментов, на пожарных смотрю, чести модлюю, под козырёк беру. И, соответственно, ну, сегодня я хоть по архитектурной части не только дома сидел, да, там, чертил. Вышли мы в поля, там я, ну, три объекта, три здания на рынке в Арамире, там. Фасады, всё такое, планчики, замеры, чики-пуки. Там куча продавцов, все смотрят, покупатели, а мы тут ходим, шляемся, меряем, там, мешаем, да, запинаемся об их, это же рынок, там, куча товаров. Ну, ладно, всё. В общем, давайте же будем взаимодействовать, лайкать, комментарии, комментировать, подписываться, не бояться, не бояться вот этих вот сливов. Ну, вот, как бы они будут, ничего страшного, они даже, это не ваша вина, это не вы такие, это вот. Это особенность онлайн-знакомств. Гиперконкуренция, это не наша с вами территория. Это не наша с вами территория онлайн-знакомства. Не наша с вами территория. Вот, там где-то 40 будет непригодных девушек, и только вот одна нормальная. То есть, траты времени, муки, постоянные сливы, и стоит ли оно того? Вот я вам из видео в видео говорю, что онлайн-знакомство, это фуфло, не тратьте своё время на это, если только вот вы не занимаетесь таким маньячеством, как я. Ну, давайте, что ли, Ксю... Упу, Ксюша-то тут при чём? Нет у меня никаких Ксюш. Соню, что ли, покажу? Или не надо? Ну, давайте я покажу. Часть Sony. Дело всё-таки подсудное, она мне согласен, да? Во-первых, я покажу. Видно? Она всё равно не фокусируется. Это красавица, это десяточка. Это вот тоже всё хорошо. Чувство кадра какое, чтобы... Вот самая главная вообще часть фотографии. Ну и вот такой вот, как говорится, ну сразу же видно, что полный, адекват, всё хорошо. Даже в живую, даже на фотках, даже при встрече, даже при свиданиях, как бы, не отстаём. Ну что это такое? Ну, тем не менее. Тем не менее. Ну ладно, ребят, чё, давайте. Нам всем побольше сонь. Удачи, как говорится. Ну, ещё раз, со всеми всё, со всеми всё. Пустота, тишина, никого нет. А я вот эти... Такой я ненавижу этап, когда... Неопределённость. Когда даже на горизонте никого не маячит. Когда вот тут тишина, одиночество. Только мы с вами остались. Только вы у меня есть, да? Но опять же, желательно с вами, конечно, как-то коммуницировать вживую, чтобы у меня ещё раз комната пустая, чтобы, ну, за, там, ну, за условную цену готов задавать, как говорится. Будем жить, развиваться, там, как говорится, творить. Ну, вам выгодно и рост. Нам выгодно и рост. Я живу ещё раз в Екатеринбурге. Всё. Сейчас вот точно пока. Сейчас вот точно пока. Давайте.